Здравствуйте! Ну и это наверное будет последнее видео по настройке лазерного выжигателя а именно в этом видео мы будем делать удаленное управление лазерным выжигателем чтобы лазер стоял непосредственно не вонле компьютера, а вынести его к примеру на балкон, в другую комнату так как когда он выжигает в принципе запах довольно таки неприятный он будет находиться там на балконе в другой комнате и мы таким образом не будем этот запах слышать вот в прошивке ГРБЛ к сожалению нельзя подключить SD карточку для того чтобы как в 3д принтере файл на SD карточку закинуть и печатать уже с карточки но это можно сделать путем блютуз подключения то есть есть вот такой вот модуль HC06 вот таким образом он выглядит вот на обратной стороне вот у него 4 контакта ходовых это RX-TX земля и 5 вольт ну то есть обычный обычный ком мы его подключать будем к лазерному выжигателю к CNC шелду у CNC шелда вот эта вот гребеночка тут есть тоже два контакта RX-TX 5 вольт и земля да нужно понимать что RX-TX это пины приема и передачи то есть один прием один передачи и если мы подключаем это устройство к Ардуино то тут допустим нужно RX подключить к TX-Arduino от TX к RX-Arduino то есть крест-накрест это важно понимать так еще что нужно знать для того для подключения так как я использую прошивку GRBL 1.1 она работает на скорости ком-порта 115-200 блютуз модуль же работает изначально на частоте точнее не на частоте а на скорости ком-порта 9600 поэтому нужно перепрограммировать сам блютуз модуль для того чтобы поставить на него скорость 115-200 как это делать то есть есть специальный ну как специальный вот у меня есть как его назвать программатор не программатор то есть к нему мы подключаем любое устройство которое имеет пины RX-TX то есть например я через этот программатор программировал Arduino Pro Mini таким же образом мы будем и программировать блютуз модуль для этого подключаем его к определенным пинам тут есть тоже RX-TX плюс 5 вольт либо же плюс 3 мы выбираем вот такой перемычкой ну и земля подключаем это все к компьютеру и там уже в компьютере с помощью специальной программы можно даже не специальной программы но есть просто я нашел отдельная программа для программирования этих блютуз модулей с помощью AT-команд как вы если помните смотрели мои видео допустим про GSM модули там они тоже управлялись с AT-командами так вот с помощью AT-команд можно поставить скорость другую поменять также поставить пин-код на блютуз для того чтобы сопрягать его с либо компьютером либо телефоном да кстати стандартный пин-код блютуза 1,2,3,4 и еще с помощью этого блютуз модуля мы таким образом можем управлять CNC выжигателем не только с компьютера но и с телефона либо же с планшета то есть если у вас есть какой-нибудь старенький планшет на андроиде можно на него поставить программку и с помощью него уже печатать на лазерном выжигателе это очень удобно компьютеры все-таки ноутбуки но новые ноутбуки ультрабуки конечно не такие шумные но так если более старый они довольно-таки шумные поэтому планшет это лучшее решение там нет активного охлаждения и все довольно-таки тихо прям тихо совсем я бы сказал вот так так что еще вам рассказать еще вот такой вот у меня был Орик сейчас тут блютуз модуль USB он у меня уже давно года три лежит вот и собственно он пригодился я его подключаю к стационарному компьютеру по блютуз чтобы как раз ну подключал чтобы тестировать именно лазерный выжигатель как он будет работать с какими подводными камнями я столкнулся значит смотрите я когда подключал концевики да я вот взял вот X Y да а землю взял вот из этой гребенки тут один пин вот этот второй синий это земля так вот так как он был занят я подключал блютуз модуль вот тут есть еще земля вот подключал его к сюда и из-за того что я его подключал сюда как бы блютуз модуль начинал работать я к нему даже подключился вот но после пары тройки команд ну точнее 4-5 команд то есть допустим 4 раза влево там 1 раз вправо и модуль выключался при включался даже если питание из модуля вытащить и вставить он все равно не включался то есть мне приходилось полностью ардуино перегружать я уже и парился и так и сяк и менял пин-код и компьютеру подключал и все делал не понимал в чем дело вот но потом как я отсюда концевик вытащил подключил блютуз модуль полностью к этой гребенке все заработало видимо отсюда земля земля она либо отключается каким-то образом либо еще что-то то есть не прокатывает а вот отсюда все замечательно заработало и в полном объеме то есть если вы будете подключать блютуз модуль обязательно подключайте именно вот к этой гребенке специально выведенной для блютуз модуля так еще какой момент ну наверное уже кто ардуиной пользуется известно всем что ардуино имеет 5 вольтовую логику что это значит это значит что на все пины подает ардуино если ардуино само подает оно подает 5 вольт но на блютуз модуле написано что сейчас давайте сфокусируем что левел 3 3 3 вольт то есть логика 3 вольтовая то есть по идее если будем 5 вольт на него подавать но то со временем он должен сгореть да ну конечно может и выдержать ну я не знаю но мне кажется что 5 вольт это немножко разное напряжение да и это все может сгореть так вот чтобы этого не случилось то на пины TX PIN TX это приема PIN сюда мы подключаем к этому пину RX через резистор в 1 кОм и таким образом мы сбрасываем напряжение сбрасываем напряжение до 3 и 3 вольт там может быть чуть больше получится потому что резисторы они не эталонные вот и таким образом мы сбросим это все и Bluetooth модуль у нас продолжит гораздо дольше но я парился что-то напаял даже вот если вам показать ну тут все плохо видно ну в смысле плохо сделал конечно вот резисторами но решил потом вообще это плюнуть и подключить напрямую модуль довольно таки дешевый и решил ну палиться закажу еще пока как бы работает нормально вот так что это все я конечно на компьютере вам покажу как прошить какими командами это все я вам расскажу в конце видео ну а сейчас давайте я его подключу ну и немножечко им поуправляю покажу как это делается так ну наверное вам сейчас будет видно вот лагер собственно и сейчас покажу на примере приложения на андроиде то есть вот есть горбл контроллер приложения его открываем тут bluetooth и выбираем hc06 подключиться идет коннектинг все он подключился теперь давайте я сейчас включу блок питания так и теперь сейчас отключу блокировку и теперь вот если влево как видите лазер двигается так же вправо вниз вверх вот все замечательно работает через приложение так же в приложении можно выбрать к примеру файл да то есть он файлы читает tab gcode nc nc gc то есть мы тут выбираем разрешить для мультимедиа тут мы можем выбрать где это все взять вот так же нажать play или stop для того чтобы все это у нас печатало с android устройство вот тут у нас идет log command то есть тут мы можем любую команду сами ввести в grbl да прошивку поменять или еще что то ну давайте попробуем сейчас может быть прокатит то есть возьмем 2 доллара напишем может быть он нам в ответочку что нибудь пришлет так где у нас доллары 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 вот бах да и вот видите вылезло я не знаю у меня мельтешит сейчас все на экране как вам видно хорошо или нет но вот всю прошивку он нам выдал после двух баксов и так это что касается телефона то есть все замечательно работает что касается компьютера но там немножечко надо вам показать потому что я не в первом разу понял как подключаться так ну давайте теперь перейдем на компьютер ну вот мы на компьютере давайте сейчас первое что расскажу вот такую схему подключения я находил кто-то саморучно написал как подключить bluetooth модуль именно с резисторами чтобы логику соблюдать и так то есть вот tx пин через 1 килоом мы подключаем к rx bluetooth модуля вот таким образом и еще делитель напряжения мы делаем то есть через rx и землю на 2 килоом то есть два резистора нужно установить и тогда по сути должно все у нас нормально быть но я говорю я сначала начал заморачиваться но потом решил что попробуй без него потому что я смотрел много видео на ютубе зарубежных там многие там найти под музыку там минутное видео как подключают bluetooth модуль и показывают что работу делали и там видел что все в принципе это все делали без резисторов но я подумал что ну и ладно попробуй без него насколько он у меня долго прослужит так насчет этого мы решили и так смотрите есть вот такая вот программа называется hm.com.assistant это программа для прошивки ну вот именно bluetooth модуля да ну конечно можно еще что-то прошивать это программа для t-command то есть здесь мы только выбираем компорт когда мы подключаем bluetooth модуль он у нас определится через программатор выбираем скорость ну изначально на 9600 было выбираем ее подключиться да вот так вот хоп он у нас подключился после этого вот есть команда at если мы возьмем send то у нас тут должно выскочить окей вот так как у меня bluetooth модуль уже не подключен этого не произошло но уверяю вас что это должно произойти именно так после этого есть вот такой вот сайтик нашел и ардуино да вот на нем есть прям список команд то есть как раз они тут выложили программку для этого и список команд их конечно гораздо больше но это такие основные вот тут есть команды чтобы скорость поменять то есть нам чтобы поставить 115 200 нам нужно bout 8 набить вот эту команду и все у нас произойдет нормально именно так и сделал чтобы проверить применились ли настройки ну во первых выдает вот такую окей 115 200 после этого я должен отключиться от компорта подключиться заново да только уже выбрать скорость 115 200 и подключиться и ввести к примеру опять от М и должно он на мне ответить опять окей ну и после этого все в принципе понятно также можно имя bluetooth поменять также можно пин-код поставить на bluetooth вот к примеру ну в принципе вот так и эту табличку я думаю у себя на сайте размещу ссылка будет под видео поэтому переходите и однокамливайтесь как это все делать так что касается bluetooth модуля значит смотрите я его подключил вот bluetooth у нас определился то есть сразу куча всяких устройств bluetooth с одного какого-то свисточка маленького вот после ну у меня кстати я не знаю я дрова не ставил на десятку они видимо уже были вшиты на этот bluetooth модуль как бы все нормально получилось вот это вот это устройство появляется после того как вы сопряжете устройство вот после того как я подключил bluetooth сначала у меня компорты не появились вот эти bluetooth то есть сначала было пусто то есть нужно обязательно компьютер перезагрузить один раз вот после этого все это появилось и смотрите какой момент тут вот два bluetooth один на прием один на отправку точнее наоборот на отправку этот на прием вот нам нужен именно первый который выскочит то есть они по порядку по идее да то есть там com5 com4 к примеру да то есть нам нужно тогда com4 вот и таким образом мы это делаем то есть берем еще на bluetooth модуле есть индикация я не знаю сейчас тут картиночка есть нет какая-нибудь нет ну нет искать я думаю не буду но тут есть диод в общем когда он мигает постоянно раз в секунду там вот так мигает то следовательно ничего не подключено к самому bluetooth вот после подключения к bluetooth он начинает просто гореть красным то есть устройство подключено к нему так вот ну берем к примеру какой-нибудь лазер грбл да которым я пользуюсь очень удобная программа вот выбираем кум порты то есть нам надо com6 на скорости 115 200 нажимаем connect нажимаем connect все подключилось грбл ответила что у нас прошивка такая-то такая-то все на bluetooth модуле диод загорелся красным и тут же мы можем отправлять команды и лазер начинает двигаться вот но видите то есть все команды тут у нас отображаются и все в принципе можно теперь выбирать там какой-нибудь файлик да как обычно там какой-нибудь глаз далее создать этот глаз у нас там появляется здесь появляется здесь и мы можем там нажать и все и у нас вот лазер видите поехал вниз точка тут же как раз шпиндель показывает и все вот они команды пошли на bluetooth модуль и все начинает печатать вот в принципе на этом все довольно-таки все просто ссылки естественно все компоненты оставлю программатор и на bluetooth модуль кому-то нужно у кого-то нет ноутбука либо как у меня ноутбук допустим с завода сразу у него bluetooth не работал то есть он как бы есть как устройство определен все но ни разу никакое устройство он не нашел если взять к примеру вот этот bluetooth да сейчас добавление устройства вот и он тут ищет вот как раз нашел bluetooth модуль еще вот какие-то устройства нашел какой-то телевизор это видимо у каких-то соседей нашел я даже не знаю ну в общем видите устройства он какие-то находит но у меня на ноутбуке ничего не находило так вот предвижу вопрос на какую дальность все-таки bluetooth работает ну вот смотрите у меня двухкомнатная квартира я в зале лазерный выжигатель находится я уходил с телефоном прямо в самую дальнюю точку то есть на кухню через там получается раз-два через три стены вот и через три стены в принципе bluetooth ловило я управлял выжигателем нормально то есть следовательно в какую-нибудь соседнюю комнату на балкон вывезти я думаю все у вас будет хорошо так ну в принципе на этом думаю все попробую все это еще описать на сайте у себя какие команды что куда ввести чтобы было понятнее все-таки на слух не все воспринимают хорошо ссылку ищите в описании под видео но на этом у меня все спасибо за внимание всем пока пока